доброго вечера дорогие чем вечерях уважаемые радиослушатели меня зовут евгений борисович ширяев и в этом видеоролике я буду говорить о истории древней руси а именно речь пойдет о детях владимира того владимира который в 988 году крестил русь и примерно в 1015 году помер что происходило дальше до 1050 1054 года это и поведаю я вам простым советским православным душоном душевным экологическим языком ибо те люди которые паршиво учились в школе и плохо знают историю теперь вы все будете знать постараюсь сделать так чтобы информация дошла до вас как добрый денечек я не историк я паршиво учился в школе на тройке четверки двойки и по физкультуре у меня было пятерка и та информация которую вы услышите и слышали потому что это не первое видео до тех событий о которых я говорить буду сейчас я уже говорил о том как рюрик пришел на русь о его детях сыновьях и внуках уже сказано в предыдущих роликах все эти видосы будут в описании прям подписано сначала это смотрите потом это потом то потом все посмотрите прежде чем начинать смотреть это чтобы вы знали что было до этого так будет интереснее кто информатор я не хочу раскрывать этих людей и скажу я вам так что у каждого информатора своя история каждый рассказывает по-своему одни опровергают то что говорят другие другие опровергают то что говорят 3 4 5 ибо вся история которая изучается в школах в университетах как мне кажется выдумка и только процентов 15-20 доходит до нас какой бы источник не был и как бы они не спорили друг с другом то что сейчас вы услышите все это ересь а может и не ересь как мы можем знать что было тысячу лет назад когда мы совершенно я повторюсь я уже не первый раз говорил это в своих роликах когда мы не знаем что творится сейчас и никогда в жизни основная масса людей не узнает что происходит сейчас что было год назад два-три а уж тем более 100 200 300 800 1011 лет тому назад так что просто послушайте интересную историю от обычного парня из металлостроя евгения ширяева сейчас секунду речь пойдет о сыновьях владимира и я подготовился немножко у меня есть их фото мы с дочерью их рисовали ну не похоже это ребенок делал поэтому давайте не без сути вот чтобы не было видно розеточку все красиво было поехали простым языком так что там у нас владимир красный солнышко владимир святой владимира могущественные великие православные и самый клевый и лучшие на этой планете оставляет после себя безумное количество детей в общей сложности 25 человек кто-то из них умирает в детстве кто-то в юношестве и до нас доходит немного ребятят про девчонок мы молчим для истории девки были неинтересны а что касается пацанов прошу внимание список тех людей которых владимир раскидал по разным губерниям каким губерниям еще несу княжеством киевской руси изъяслав сынок рогнеды который спас жизнь своей матери когда батя пришел ее убивать а там сынок стоит владимир что сделал с рогнеды и с этим щенком отправил их в полоцк на родину рогнеды помните когда владимир пришел в полоцк и изнасиловал свою будущую жену и на ее глазах убил родителей туда-то он и отправил женку вместе с изъяславом изъяслав не дожил до тех времен когда батя помер он умер раньше я не знаю из-за чего нигде не написано почему он помер но он оставил сыночка и этот сыночек то есть получается внук владимира сейчас тусуется в полоцке как его зовут я же все записи у кого брячи слав внучка владимира зовут брячеслав он в полоцке все это мы запомнили ехали дальше а следующий сынок рогнеды тоже его зовут ярослав он и будет одним из важнейших героев нашей сегодняшней вечеринки ярослав мудрый он тусуется в новгороде сынок рогнеды родной брат изъяслава получается родной роднейший дядька нынешнего полоцкого щенка мастисл не брячеслава владимир еще живой какое у него отношение к ярославу почему-то мы не знаем почему он его недолюбливают в некоторых источниках моих усведомителей ходят слухи о том что ярослав был хромой какой-то косой кривой еле ходил инвалид и владимир возможно думал нахрена мне надо чтобы у меня за старшего на районе был инвалид может быть это один из тех вариантах почему владимир не хотел чтобы ярослав был номер один это не про кокаин я бы про князей святополк святополк который тоже вроде как старший сын по идее святополку надо отдавать все прям сказать всех собрать с нами искать дети мои святополку нас будет великим князем все вы тихонечко себя видите нет так владимир не сделал а почему не сделал потому что святополк не его сын возможно когда владимир убивал своего брата ярополка у ярополка была жена жена была брюхата а брюхата она была кем святополком он жену ярополка владимир берет себе в жены и потом рождается щенок по имени святополк его даже и обзывали детям двух отцов ибо все понимали что этот ребенок сын ярополка брата владимира они самого владимира конечно владимир не любил этого не своего сына и все княжества ему отдавать он не хотел что еще у нас были за детишки о которых вы услышите в этой голове четко да я стилю как настоящий историк мстислав мстислав очень серьезный парнишка его отправили в тьму таракань посмотрите на карту это приблизительно там где сейчас анапа и там тусили ребята которые не особо славяне многоциональность черноморского княжества где жили хазары булгары греки евреи косоги короче будущие адыгейцы жили в тьму таракань и там за старшего был мстислав как говорят мои источники сильный очень такой мощный пацанчик очень здоровый прям крутой и он еще себя проявит и покажет неплохой парень мстислав мне понравился мстислав какое отношение у владимира было к мстиславу не знаю не знаю никто не рассказывает секрет какой-то и любимчики владимира борис и глеб самые молодые и как раз таки бориски владимир и хотел оставить все свое царство но не успел одни источники говорят что у владимира же была еще византийская жена которую он это был очень такой серьезный замут когда он замутил себе эту византийскую жену и говорят историки о том что вот если бы от византийской жены анны были бы сыновья то без каких-то либо непоняток они были бы за старшего но она дала ему дочерей другие источники говорят о том что как раз таки молодые борис и глеб и были от анны видите как было на самом деле действительно борис и глеб были детьми византийской цыпы или нет я не знаю я не знаю никто об этом точно не знает все бакланит свою какую-то хрень и в это верят без каких-либо опровержений ну все пошла движуха рассказываю владимир должен скоро умереть но никто об этом не знает и он врубается что надо делать все красиво и каким-то макариком борису все отдать это царство почему-то именно борису непонятно почему что он делает он святополка тот засранец который не его сын а ярополка закидывает чтобы его взяли под стражу того под стражу ярослав который сидит в новгороде на него он потихонечку идет с войском с киева в новгород но не торопится бориски говорит бориска там печенеги а там были печенеги видимо святополк уже их нанял потому что понимал что будет какой-то кипиш бориска собрал войско и пошел на печенегов ярослав панику поймал думаю чем не делать а новгород все-таки это север недалеко викинги он нанимает войской викингов владимир об этом знает но врубается что все это фигня викинги хоть и шикарные воины но ненадежны немножко ребята и с ними могут быть проблемы потому что у владимира уже опыт с викингами был все равно ярослав не жилец собирается владимир уже на ярослава нападать но тут умирает и все короче в шоке и думаю что делать об этом никому не говорят погребли все в тихомолку это замутили но сведения о том что владимир конечки отбросил просочились в массы об этом узнают его сыновья что нам говорит один из моих источников святополк выходит из-под аресту и первым делом что он хочет сделать это убить мелкого бориса того щенка за которого вписался так люто непонятно почему владимир а у бориса дружина княжеская серьезные ребята там первое это фсб понимаете сами да и они такие бориска не беспокойся мы сейчас этого святополка быстренько из него его в бараний рог скрутим боря говорит ребята давайте успокоимся это мой брат я люблю святополка все будет хорошо мы добазаримся пускай ему достается все это княжество мне ничего не надо я просто буду княжить где-то вон княжил нет там от княжил я просто буду княжить у себя на райончике где мне скажут я не хочу ссориться с братом дружина фсбшники думает к слабак и они переходят на сторону святополка святополк не долго думая берет и убивает своего младшего брата бориску несмотря на то что бориска был готов все отдать и не вписываться никуда и просто жить и мирно сосуществовать на этой планете святополку далее погоняла окаянный помните когда кай и герда но и дети ноя кай убил своего брата окаянный чувствуете да потом святополк под шумок звонит глебу глеб тоже младший братишка подтягивайся сюда нужна твоя помощь надо кое-что порешать глеб едет к святополку по дороге его тоже убивают и так двух братьев уже завалили их сделали святыми они сейчас святые борис и глеб почему они святые непонятно наверное потому что они не восстали мечом против своего брата а мирно убивайте как говорится и не знаю почему не святые святые все они так что дальше ярослав ярослав сидит в новгороде ногти кусает и думает как бы ему красиво замутить чтобы святополка наказать но я сейчас в будущее перепрыгну это спойлер такой ярослав всех чпокнул и повесть временных лет для тех кто не в курсе тот источник который остался у нас по сей день по которому мы знаем историю его писал кто ярослав а выгодно ли было святополку убивать молодых братьев которые были за него на фига них убил выгодно было это сделать ярославу выгодно выгодно есть один источник да пускай он будет не наш не славянский это весточка дует из скандинавии и там есть какой-то тоже миф о том что какой-то там конанг русич и ярославич нанял войско викингов и отправились они на борисич и наглебович и ничего такое конечно я сейчас источник источник да может быть не наш но кому было выгоднее соврать им или ярославу который написал историю и который не захотел себя замарать и делать из себя ярослава окаянного убийцу ведь ведь вот все вот вот все вот эти вот моменты конечно же это все глобальная история господи все эта история красивая интересная история не более того так что слушайте и мотайте там все на усами чё хотите ярослав нанимает викингов святополк подтянул к себе печенегов чтобы их было побольше святополк проигрывает и куда-то сваливает в итоге ярослав за старшего в киеве потом святополк обращается к своему тестью которого зовут борислав и святополк с поляками нападает на киев ярослав проигрывает битву и убегает опять в новгород да так убегает что готов валить в скандинавию будто бы сами новгородцы которые не желали прислуживать киеву не любили короче новгородцы киевлян и киевлян новгородцев вот такая хрень была представляете вот в то время и новгородцы сами говорят ярослав там братское сердце давай чпокнем их всех мы счастье поможем мы будем платить налогов больше и и это будем делать это и и тренироваться и из луков будем стрелять денег соберем викингов потянем чтобы они за нас опять вписались давай только не убегай никуда поехали на киев и всех их разлохматим уговорили и был там один из среди новгородцев добрыня помните добрыням был который новгород крестил всех там перри лопатил сынок его никита очень большой он имел влияние в администрации новгородской и наседал на ярослава постоянно вот ему он все чесал на ухо как надо все делать и ярославу очень это давление не нравилось и потом в итоге он сделал так что никита добрынич пропал и больше о нем никто никогда не слышал ярослав женится на какой-то скандинавской принцессе поэтому не вообще все красивое и викинги и новгородцы в теме он снова нападает на святополка уигрывает и святополк валит куда-то за границу где-то там помирает про него мы ничего не слышим короче проиграл все он эту эпупейную битву и и все ярослав теперь за старшего но вы наверное думаете ярослав святополк а где же другие щенки где мстислав племяшечо тихонечко себя ведет как говорят ярослав закинул всем весточку говоря о том что ребята либо поддерживать меня либо не вмешивайтесь в долгу я не останусь когда я буду за старшего вам все будет по красоте ярослав за старшего и пошла племяша который в полоске звонит обесточку закидывает год ярослав ну чё ты за старшего давай делись чем там вы богат этим рады чем можешь ярослав да нормально все успокойся все те будет такой ответ полоцкому как его зовут то постоянно бречеславу не нравится он делает какое-то нападение на новгород какой-то кипиш поднимает ярослав не хочет с ним ссориться и ему отдает витебск и город свет будет вот это все твое кайфуй что больше я тебя не слышал бречеслав говорит заметно все про него мы больше ничего не слышим а про святослава мы забыли святослав точно святослав святослав один из детей владимира тоже убил его его убил святополк но святослав оказал сопротивление святополку поэтому он к сожалению не святой борис с глебом святые а святослав вообще не святой на нашей арене вылезает мстислав ой такой прям мощный красивый такой прям загорелый пацан там у него море все дела ярослав подтянул опять-таки викингов мстислав приходит со своими будущими адыгейцами гэт ну кась на кась что-то ты ярослав здесь разошелся битва и ярослав проигрывает это был первый случай когда проиграла та сторона за которую были викинги крутые ребята тему таракане находились ярослав говорит окей давай давай чем порешаем вместе давай поделим киевскую русь на пополам мстислав год базара 0 в итоге левая часть днепра левая или правая рост панель по левую сторону днепра ну то есть вот так вот левая вот если днепр по левую сторону отдали все мстиславу ближе к тему таракане к его а по правую часть где киев все самое четкое по этой дележки получается что ярослав все равно за старшего и бонусов ярослава гораздо больше потому что набеги в основном случается с той стороны и не очень часто ярослав в будущем помогал своему брату но когда у ярослава случались кипиши мстислав постоянно за него вписывался потом мстислав умер все-таки и после себя ни детей никого не оставил и все это четенько перешло опять во владение ярослава поэтому как-то как-то так все получилось помер мстислав 1036 году так а судислав вот про судислав от мне написано в темнице ярослав его отправил в темницу и так до конца жизни судислав темницы и просидел это братец его 1036 году напали печенеги на киев была долгая война всю ночь они воевали долгая всю ночь разбомбили всех печенегов и возможно после этой битвы это слово печенеги она померкла ибо все они разбежались кто куда кто туды кто сюды кто муды это был последний пик когда мы можем слышать про печенегов другие азиаты которые на нас нападали они уже по-другому назывались не не печенеги на какой-то период мир был на руси 10-15 лет спокойствия ярослав конечно нападал на различные государства расширял нашу территорию счета он один раз напал на царь град как будто бы какого-то кренделя убили там и за него ярослав писался все это было неудачно для киевской руси всех разбомбили ладьи все там перерубили тех кто остался в живых ослепили и предупреждением было ярославу чтобы больше он такой фигней не занимался но ярослав вроде как с ними добазарился и и даже получше стали какие-то взаимоотношения с византией по торговым и другим каким-то моментом все было по красоте очень много беженцев царевичей королей ребята из дворянских сословий западных частенько тусили у нас на руси когда у них происходили какие-то перевороты свои ярослав давал им возможность политического убежища и всех своих детей дочерей и сыновей а у него их было вот как грязи он всех их женил на европейских этих королях и принцессах одному щенку досталась даже дочка византийского этого царя представляете одна деваха вышла замуж за какого-то принца из франции который потом стал королем его убили и она была королевой франции почти в каждом европейском городе принцы принцессы короли и королевы это были дети ярослава юриковическая порода она приветствовалась среди европейцев и все с удовольствием хотели брачные союзы иметь с ярославовскими детьми при ярославе стали обучать грамоте не только монахов но и обычных людей ну конечно необычных а те кто чертам вес имеют даже дочка ярослава которая была королевой франции она была умная баба и такого во франции не было баба во франции умная не могла быть грамоте их не обучали это было не по понятиям а у нас грамотная деваха в 1054 году ярослав умирает созывает всех детей и говорит ребят детишки мои родненькие любимые давайте вот то что мы создали не разбазарим не разлохматим не раз матросим и бубеним просто из-за того что охота кому-то быть главным на руси вот давай вот ты вот старший будешь за старшего всем вам вот это вам то это вам все это вам туды тудыйский это это мудыйский ребят ну посерьезно взрослые вы же все уже выросли не убить не убей брата своего любите друг друга уважайте я сейчас придумал закон четкий чтобы за старшего был там тот человек ну как я сейчас в законе напишу вот в этом законе так все и будет будут как какие-то понятия что один за старшего а другие должны быть не за старшего вну вы к этому отнеситесь нормально поганая вонючая это эго свое я молодой был тоже были эгоистом паразитом утихомирьте его маненечко ради неужели ради вот всего это вот это вот держа вот это вот руси этого богатства там всего этого убьете брата своего совесть у вас есть хватит давайте будем уже взрослеть немножко закон напишу потом помру прочтете и будете понимать как будет распределяться это вся наша иерархия и помирает как он придумал то кому достается какое-либо княжество и кто будет главным это конечно тьма таракань об этом я расскажу в следующей главе всей нашей истории в продолжении продолжение это будет вот в продолжение расскажу потому что сам не разобрался чем там на придумывал но сразу же залезу вперед лет десять было спокойно а потом пошла вода горячая потому что тех пассажиров которые хотели поправить их было ни один не два не три их были десятки и вы узнаете в следующем видео сейчас я посмотрю ничего ли я не упустил а пока я смотрю упустил я что-нибудь или нет естественно вы в этот момент ставите лайк пишите что-нибудь в комментариях в чем-нибудь что-нибудь любое например какая-нибудь оппозиция возникла и она говорит что так ты кто-то такой какого права ты имеешь вообще говорить нам историю когда ты не историк да ты не знаешь ярослав мудрый был внешний чем и жгать к ней а когда мстислав прикрыть и было быть печенекское нашествие в тот константинский период пятьдесят четвертом году когда никита добрынь еще раз бориски при владимире почему ты не сказал об этом когда в полонской губернии молодой брат числа вещь перебивая отношения и женясь всю ночь на 30 году приди под прикрытием и поддержки ярославовича скандинавской викли олафа а олаф был тот момент конангом чекну кайсканской губернии конечно если есть такие мысли которых я не озвучил и еще одни версии того как могли происходить события пишите я не против главное чтобы было побольше слов в комментариях это всегда приветствуется но есть и другие люди которые думают очень нормально и вроде он ни одного матного слова не сказал и не рогнул не пернул можно даже и детям своим показать такое видео полезно познавательно спасибо тебе жека такие приветствуются тоже эти комментарии мораль мораль сей басни такова что нету морали мне просто нравится рассказывать те истории которые я узнал недавно вот и все а как там было как не было все это решать вам дорогие радиослушатели спасибо до свидания это чего у меня так нос блестит но Субтитры сделал DimaTorzok